Всем привет, на связи Мабу и сегодня мы поговорим о такой очень, как бы казалось бы, банальной теме, но она возникает все снова и снова, и эта тема звучит следующим образом. Как создавать мобильные приложения, которые не будут удалять? То есть, другими словами, как можно разработать востребованное и популярное мобильное приложение? Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Успешность вашего мобильного приложения, как бы вам ни казалось странным, не будет зависеть ни от качества вашего кода, и также не будет зависеть от архитектуры. Все эти, скажем так, споры, обсуждения, качество кода и архитектуры лежат сугубо в области общения программистов. По факту реального влияния на эффективность работы мобильного приложения это все не будет оказывать. Это споры, лишь бы повысить свою самооценку среди программистов. И все. Конечно же, и такие вещи, как выбор современных технологий по сравнению со старыми технологиями, будут иметь вес. Но конкретно качество кода и архитектура не будет сильно влиять на успешность вашего мобильного приложения. Да, приложение с плохим кодом, его будет плохо потерять, сложно будет поддерживать. Но я больше чем уверен, что мобильное приложение будете разрабатывать в один, и один будете его поддерживать. Поэтому проблем не возникнет. Так что давайте в этом подкасте мы опустим все споры и рассуждения про качество кода и выбор архитектуры. И остановимся именно на тех аспектах, которые будут влиять на то, будет ли ваше мобильное приложение успешным или нет. А успешность мобильного приложения по факту в первую очередь стоит на трех китах. Это востребованность идеи для рынка на сегодняшний день. Далее это популярность идеи. То есть по факту это наличие конкуренции. И особенность идеи. Это тоже очень важно. Давайте поговорим поподробнее. Итак, у вас есть идея. Я думаю вы знаете где брать идеи. Если не знаете где брать идеи, посмотрите одно из моих видео. По-моему они вышли в этом месяце. Там как раз я рассказываю о том, где брать идеи для мобильных приложений. Но если допустим у вас нет идеи, во-первых, вы подумайте то, чего вам не хватает, грубо говоря. То, чем будет пользоваться человек в постоянной жизни. То дайте продукт, который будет улучшать жизнь. И все. Если нет у вас вообще никакой идеи, то пойдите на иностранный рынок и посмотрите, какие мобильные приложения там есть. И таких допустим, которых нет у нас сейчас на русскоязычном пространстве. Их довольно мало. То есть у вас есть идея. Вы должны протестировать ее на востребованность. То есть можно делать либо какие-то опросы в сети или в соцсетях. Либо можете посмотреть запросы, допустим, в том же Wordstat Яндекс, что люди ищут. Можете, вам нужно посмотреть, нужен ли ваш продукт рынку. То есть нужно протестировать на востребованность идеи. Одним из показателей востребованности идеи является наличие конкурентных приложений. Это уже как раз таки второй кит популярность приложения. То есть вам нужно найти ваших конкурентов и посмотреть отзывы, которые пишут пользователи, которые пользуются этим мобильным приложением. Вы должны посмотреть и оценить, насколько удобно им пользоваться и что не нравится людям. И вы должны подойти к разработке своего мобильного приложения со стороны отзывов обычных пользователей на конкурентные мобильные приложения. И сделать лучше, чем у конкурентов. Так, чтобы даже те пользователи перешли к вам. То есть мы должны сделать лучше, чем у конкурентов. Это обязательно. То есть вам нужно по факту проверить идею на востребованность, популярность, сделать лучше, чем у конкурентов и дать ему оригинальность. То есть вы должны сдать такой функционал, которого нет у конкурентов. Либо сделать его более расширенным, сделать что-то особенное. Либо дополните его дополнительным функционалом. Например, банальное мобильное приложение по созданию списка покупок. Дайте, допустим, возможность делиться с созданным списком покупок с другими членами семьи. Дайте в этом мобильном приложении возможность сделать не только список покупок, а, допустим, сделать список дел. С возможностью относить конкретные дела на день в различные категории. Бизнес, дружеские встречи, допустим, по бизнесу какие-то вопросы. Либо семейные вопросы с, допустим, добавлением цветных стикеров, по которым человек может отбирать, переносить какие-то дела. То есть похожий функционал, который нужен также людям. Дайте рядом, дайте какой-то смежный функционал, который находится где-то рядом с основным функционалом мобильного приложения. И тем самым вашим приложением будет выгоднее работать с вашим мобильным приложением, чем у конкурентов, которые топор на один функционал. Либо мы можем подключить, допустим, к приложению список покупок, сделать функционал, допустим, подбора фильмов, которые можно посмотреть вечером человеку с учетом его предпочтений. То есть такую тоже фишечку можно закрутить. И вот на самом деле, вот эти три китая, идея должна быть востребованность идеи, популярность идеи, то есть лучше, чем у конкурентов. И обязательно оригинальность, востребованность идеи, популярность ее и оригинальность. Это три кита, на которых стоит современная разработка мобильных приложений. То есть, если вы проработаете эти три пункта, они прорабатываются перед тем, как вы перейдете к разработке мобильного приложения. Если вы их правильно проработаете, у вас шансы, которые отвечают за то, что ваше мобильное приложение будет популярным и не будет удаляться, гораздо выше будут. Уже минимум 50-60% повышаются. Но это еще не все. На второй план выходят, конечно, еще некоторые нюансы. И так, идея-то хорошо. Классно, что ваше мобильное приложение вы затеваете как что-то качественное. То, чем будут пользоваться люди. Но я сейчас даже хочу поговорить не о программировании. Я хочу поговорить о интерфейсе вашего мобильного приложения. Если ваше мобильное приложение неудобно, то есть им неудобно пользоваться, оно не интуитивно понятно. То есть, там непонятно, куда дальше нажимать, куда, зачем идти. Непонятно, какая навигация. Непонятно, неудобно кнопка размещена. Она где-то в левом верхнем углу. А было бы удобнее в левом нижнем углу поставить ее. То есть, допустим, карточка, карточка, допустим, того же. Ну, пусть, допустим, мобильное приложение по интернет-магазину. Неудобная карточка с товаром. Непонятно, куда надо нажать, чтобы заказать товар. Как-то все это неинтуитивно понятно. UX ваш нарушен просто. И у вас неудобный UX. И если хотите понять, как делать удобный интерфейс, вы можете почитать книгу. Не заставляйте меня думать, Стив Крукио написал про юзабилити. Там больше про сайты написано. Но для мобильных приложений это тоже можно выделить. В принципе, суть на и та же. То есть, вам нужно делать ваше мобильное приложение удобным. Итак, мы сделали мобильное приложение удобным. Но если ваше мобильное приложение удобно, суперски им удобно пользоваться, но у него плохой дизайн, вы бы используете несочетаемые цвета. Какие сочетаются цвета? Например, цвета сочетаются черный, желтый, белый, красный, белый, зеленый, белый, темно-синий. То есть, сочетание цветов. Вы можете посмотреть на все топовые магазины, на все топовые компании, какие они цвета выбирают. Не обязательно делать красивый дизайн. Он может быть минималистичным. Посмотрите на компанию Apple, Samsung. Они делают минималистичные дизайны. Вы можете делать такой же минимальный самый дизайн, но им будет удобно, приятно пользоваться. Не выбирайте никогда кислотные цвета. Это такая жесть. Просто мне часто присылают, ну даже ученики присылают свои работы, когда они выпустились. Но это невозможно смотреть. Я вроде их учил к дизайну. Ну а тут присылают, ну вообще кислотные цвета. Не используйте цвета, которые режут глаз. Это неправильный подход. Итак, идея хорошая у вас есть с мобильным приложением. Она востребованная, нужна рынку. Она популярная. То есть люди ищут, то есть люди будут им пользоваться. И вы делаете лучше, чем у конкурентов. Но и так же вы теперь понимаете, что вам нужно делать с красивым дизайном. Пусть будет простым, но с правильным сочетанием цветов. Хорошие, красивые формы. Не какие-то хардкоровые формы, а хорошие формы. И ваше мобильное приложение удобное. Им удобно пользоваться. Им хочется пользоваться. Там все плавно. Да, хорошо, если сделаете анимацию. Это очень важно. И если вы это все сделаете, тут уже риск до 80-90% доходит, что ваше мобильное приложение не будет удалять. Я в начале нашего подкаста сказал о том, что качество кода и архитектура вообще не влияет на это. Это правда. Оно не влияет на востребованность мобильного приложения. Но влияет один аспект, который относится к сфере программирования. При разработке мобильного приложения выбирайте и опирайтесь на современные технологии. Не нужно прямо на свежие. Допустим, технологии, которые используются уже всеми разработчиками в течение года как минимум. То есть вы берете современные технологии. Выбираете язык Kotlin, а не Java. Выбираете, допустим, работу с сервером через Retrofit библиотеку. Работаете с базой данных на устройстве SQLite через библиотеку Room. Используете многопоточность через корутины. Вы используете для построения визуального интерфейса мобильного приложения библиотеку Material Design, которая предназначена именно для этого. Она поставляет красивый виджет. Все это классно можно сделать. Делайте хорошую анимацию. Для этого и специальные библиотеки. Не нужно заморачиваться, допустим, сильно с архитектурой. Или не нужно заморачиваться сильно, допустим, с качеством кода. Ну, хотя я сейчас не прав на самом-то деле. Нужно заморачиваться. Нужно делать ваше мобильное приложение идеальным. Нужно его делать с хорошим кодом. Ну, просто дело в том, что, скорее всего, разрабатывать вы будете это мобильное приложение в одиночку. Поддерживать вы его будете в одиночку. И по факту вам даже не нужна хорошая архитектура и прям выверенный код. Лучше делайте с хорошим кодом и с хорошей архитектурой. Я просто говорю о том, что качество кода и архитектура не будет влиять на то, будет ли ваше мобильное приложение востребованным или нет. Главное, что я говорю из сферы программирования, просто возьмите современные технологии, а не те, которые более устаревшие. Берите современные технологии, делайте классный дизайн, делайте плавную работу мобильного приложения, делайте свои интерфейсы удобные. Ваша идея мобильного приложения, конечно, должна быть востребованной, популярной и лучше, чем у конкурентов. Обязательно вы проверяйте перед разработкой. Ну и, конечно, как приложение начинается с идеи, что очень сильно влияет на то, будет оно популярным или нет. Также после завершения, на популярность мобильного приложения, после завершения разработки, очень сильно влияет качество вашего маркетинга, то, как вы будете продвигать. Я сейчас не говорю про платные способы продвижения, хотя уже перед созданием вы должны понимать, как вы будете продвигать свое мобильное приложение, где сидит ваша потенциальная аудитория. Конечно, мои слова могут часто вам показаться популистичными, да, то есть продвижение, маркетинг, потенциальная аудитория, но это так работает. Вам нужно понимать, кому как и где, кому вы будете продвигать ваше мобильное приложение. Где-то платно, где-то бесплатно, но вы должны понимать и четко строить маркетинг. И когда вы соберете все эти аспекты, о которых я сказал в этом подкасте, начиная от идеи, проверку ее на востребованность, популярность, оригинальность, проходя мимо хорошего дизайна, делая хороший дизайн, делать классный UX, UI, да, то есть и удобность пользования, выбирая современные технологии, максимально делать хорошее количество кода, хотя не влияет на успешность. И проработав правильный маркетинг, вы тем самым создадите с очень высокой вероятностью востребованное и популярное в будущем мобильное приложение. Но пока вы не сделаете это, вы не поймете, как сделать востребованное вам и популярное мобильное приложение. Пока вы не начнете что-то делать, пока вы не начнете разрабатывать конкретно мобильное приложение, пока вы его не разработаете и не выпустите в свет, вы не поймете, будет ли оно популярным и востребованным. Да, я вам сказал, как это проверить, но по факту есть минимальная вероятность, в районе 10%, что ваше мобильное приложение не выстрелит. А может казалось бы оно не особо оригинальная идея, а вы сделали и выстрелило. В этом подкасте я попытался вам рассказать о том, как минимизировать риски того, что ваше приложение будет просто выброшено. Я попытался вам рассказать про те аспекты, про работу в которой вы увеличите и доведете почти до 100% вероятности успешность вашего мобильного приложения. Но пока вы ничего не начнете делать, вы не поймете. И это действительно так. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делаете. Просто берите, делайте, пробуйте. Возможно вы будете делать одно приложение, а из него вырастет уже другое, вы захотите другое сделать. Поэтому у меня, кстати, такое тоже. У меня, кстати, такое было. Просто начните делать, вы втянетесь и поймете. Да и, кстати говоря, вы начнете когда делать, вы очень сильно проработаете свои скиллы Android разработчика. Проработайте все эти пункты, про которые я вам сказал, и гарантия успешности мобильного приложения вырастет до 90%. Конечно, есть небольшой риск, но пытайтесь хоть что-то сделать. Тем более, ну вдруг даже если будет неуспешно, это ваш опыт, который вы можете продать как реальную работу на стартапе. То есть тут вариантов много, выгоды много, что приложение выстрелит и вы будете зарабатывать, что при Жене не выстрелит, но вы его положите себе в портфолио и сможете либо взять заказ, либо устроиться на работу, показав свой опыт работы на вашем стартапе. Можете даже не говорить, что это ваш стартап. Но все упирается в то, что нужно просто начать делать. На сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. Удачи ваших проектов. Всем пока.